Мало кто знает, что Пикассо был не только великим художником, но и большим поэтом. В возрасте 55 лет он начал писать стихи, которые до тех пор, по его словам, дремали в нем. Поэзия Пикассо, неотделимая от его живописи, позволяет лучше постичь богатый и причудливый мир художника. В 2008 году впервые на русском языке вышел сборник стихотворений Пикассо в переводе Михаила Яснова. Вот хлебная крошка, так нежно положенная ее пальцами на краешек неба, настолько голубого, дышащего, будто это морская раковина. Вместо небес флейтист взмахивает крыльями с каждой цветущей весенней каплей, которые превращают в клочья ее платья. И окно раздувается и заполняет комнату, и уносит парящие в воздухе ее длинные волосы. Плод медузы освобождается от моря, чтобы взлететь и овладеть крохотным ледяным следом птиц. Если плод медузы, наконец освобожденный от оков, улетает во тьму, то летит он следом за этим крохотным ледяным следом. Если плод медузы, сбросивши цепи, плывет, уцепившись концами пальцев только за эти лохмотья волн, то лоб его разбивается в дырызг, а камень брызг, изрытый птичьим крылом, освободившимся от подбитой птицы, нежной птицы, поющей на самом кончике рога огромного влюбленного быка. Если убрать все линии с полотна, на котором изображена голова молодой девушки, появляется парящий вокруг белизны аромат, будто небо хлопнули по плечу. Появляется белая зависть, появляются сыр, маки, белое вино, согретое выстрелами по голубям. Крылатый конь в желтой пене на белом корсаже сиреневой пике, линующий карандашом. Прыжки белой козочки, сиреневая звезда, желтый простор на серпе луны. Блюдо фасоли, сиреневая дуга, протянутая к желтому ирису. Кобальт, синий индига в сиреневых прожилтках желтого шифера с белым оперением. Добавить голубого. Веревка на шее, сиреневый желтый голубка с голубым выменем, обезглавленный, выкусывающий белой губой из сиреневой руки. Желтое озеро, ложный воротник синего цвета, крыса, пожирающая сиреневый колос. Желтый-голубой, сиреневый, желтый-голубой, голубой, голубой, голубой. Линия текущая по спирали. Мост, попавший первым на последнем дыхании в самое яблочко. Тени клочьями отрываются от тел с той поспешностью, с которой отправляются в путешествие. И верные своей участи спешат отдаться встрече со светом в глубине дымчатого кристалла, камнем падая в глубины океана своего царства. Вот эта история. «Я родилась от белого отца из стаканчика андалузской водки. Я родилась от матери девочки, от пятнадцатилетней девушки, родившейся в Малаге. Прекрасный Тора, породивший меня с жасминовым венком на челе, зубами содрал со своих ладоней линии клетки, в которой томилось племя птиц для жертвоприношений, что раздирают когтями и клювом голое плечо цветущего лимона. Девушка, помертвевшая от страха, сломанные крылья, голубое сердце по спирали, исполосованное красным на глазах у ночной бабочки, обернутой в платье из шелковой бумаги цвета зеленого яблока и обутой острыми ушками совы, прыгает с волны на волну и заставляет прыгать в пене раморную голову гигантской, изуродованной статую, водруженной в песке у самой кромки воды. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, Пабло заметил, они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю. Субтитры создавал DimaTorzok